Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи, мы беседуем в нашей студии о таком сложном вопросе, как соотношение церкви и государства, о том, в чем заключается подлинный патриотизм, и беседуем мы с нашим гостем, с клириком храма Петра и Павла, отцом Николаем Зининовым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами беседовали о том, что происходит с церковью, если она вырождается всего лишь в социальный, государственный и прочий институт общества. Мы говорили о том, что это в сущности тело без головы, потому что Господь Бог здесь не нужен, не важен. И, собственно говоря, теперь, может быть, для наших телезрителей будет понятно, что, когда, например, они сталкиваются с проблемами, например, мировосприятия, да, то есть восприятия окружающего сущего в виде революций, транспарантов, крушения каких-то выставок, защищения чувств верующих, когда будут видеть, что церковь, и к церкви предъявляются претензии, что церковь, там, это толстые попы на мерседесах, попы-мираеды, когда будут возмущаться к какой-то очередной встрече патриарха и президента, вот, они будут понимать, что либо происходит искажение в их понимании церкви, что, на самом деле, в этот момент речь не идет в полной мере о церкви, как о теле Христовом, главой которой является Христос, либо идет искажение со стороны как раз тех священников, если чего греха таить, мы знаем миллионы случаев, когда священники, когда миряне, христиане, ведут себя в крайней степени дурно, вот, и это в том числе будет говорить о том, что это тоже не церковь, это жизнь какая-то по своим прихотям, похотям и так далее. Сегодня мы захотели поговорить о другой крайности, крайности, которая также наличествует в мире православной церкви. Это уранополитизм или, если говорить более понятными для наших телезрителей, кто нас не видел в прошлой нашей передаче, нашей встрече, это небесное гражданство, да, то есть вот я христианин, и я должен быть всецело там. Все, что происходит здесь, все, что происходит в этом мире, это все грех, все надо отсечь, от всего надо уйти и так далее. Но вот прежде чем мы перейдем, вот о чем мне подумалось, когда, ну, то есть вот промежуток к сегодняшней передаче, мне подумалось вот о чем. Вот мы произнесли в прошлой передаче очень важную фразу про то, что вообще человек рождается, появляется в некой заданности, да, то есть он не решает, в какой семье родиться, он не решает, в каком стране родиться, он не решает, какой национальности быть, он не решает, на каком языке говорить, и он не решает, в каком, ну, то есть он верен какой-то религиозной традиции, например. То есть иногда, да, мы детей крестим, дети этого тоже не выбирают, но выбирают родители, как желающие счастья и радости своему ребенку, знающие, что это приведет их к этому, к этой радости, к этому счастью. Так вот, если мы говорим об этих вещах, кстати говоря, мы выйти ко всему к этому можем найти обоснование в Священном Писании, да, то есть личность, рождение личности мы знаем в Священном Писании, Господь сотворил по образу и подобию. Семья, тоже Богом благословленный институт, нехорошо быть человеку одному, книга бытия. Да, книга «Деяний» нам говорит о государстве, да, то есть о том, что Господь, Бог благословил человека жить в пределах им же основанных, да. Да, говорим о государстве, ну вот мы уже говорили, да, о царе, императоре, что множество цитат, что всякая власть от Бога и так далее. И, наконец, у апостола Павла касательно церковного собрания, да, мы тоже, по-моему, в послании к римлянам находим цитату «Не оставляйте собраний ваших». То есть нельзя выходить из религиозной вот этой вот общины. И тогда получается, что есть определенные грехи, вернее, лучше так сказать, да, что вот каждая из названных вот этих категорий, в которых человек задан, это определенная зона ответственности. Есть ответственность перед собой, есть ответственность перед семьей, есть ответственность перед нацией, перед государством и перед религиозной общиной. Это граница моей ответственности, которой мне очертил Господь Бог. И грехами, наверное, против вот всех этих пяти составляющих будут, ну, как дьявол делает, да, то есть он берет заповедь, паразитирует на ней и ее извращает. Вот в данной ситуации, когда речь идет, наверное, о границах заданности, о границах ответственности, дьявол главным образом паразитирует тем, что подсовывает такую мульку, которая сейчас называется «Плюрализм мнений». То есть «Плюрализм в церкви» рождает расколы и ереси, «Плюрализм в государстве» рождает гражданские войны, неподчинение, непослушание, анархию, «Плюрализм в семье», да, то есть рождает измены, разврат и так далее, а «Плюрализм в личности» — это шизофрения, да, то есть когда я вдруг в себе там что-то начинаю разговаривать какими-то разными голосами. Так вот, давайте, мне кажется, вот именно так сегодня выстроим наш вот этот вот диалог про уранополитизм, как зону ответственности. Мы говорили, что это крайность, вот чем уранополитизм не отвечает, исходя из вышесказанного, и почему это та крайность, которая, с одной стороны, по вашей аналогии, да, с батарейкой должна быть, но в то же время, если остается только она, чем она опасна? Ну, я бы, наверное, для начала немного не согласился вот с тем мнением, что «Плюрализм, он опасен настолько, что рождает вот прям сразу какие-то крайности, там, измены, там, войны гражданские». Мне кажется, что вот эти крайности, они как раз не от плюрализма рождаются. Моими глазами они рождаются от ограниченности. А ограниченность — это, наоборот, какое-то вот одно мнение, то есть, опять, невозможность услышать другого. Ведь на самом деле мы можем, в принципе, если постараемся понять и принять любого человека с каким бы мнением, там, совершенно сумасшедшим он бы не был, мы, если, ну, это все зависит от степени, как бы, замотивированности словами священного описания, от той любви, которая либо есть в тебе, либо ее нет. Потому что в духовной жизни любовь — это такая категория, которую симулировать невозможно. Невозможно из себя выдавить любовь. Это дар Божий, который бывает, что в нас присутствует, а бывает, что и напрочь теряется куда-то, вытекает из этих вот наших дырявых душ, дырявых сосудов. И, соответственно, плюрализм, я не вижу опасность в плюрализме, пусть он будет, пусть будут разные мнения. И даже святой нашей церкви Реней Леонский, он в IV веке писал, что, или, может быть, даже в III, извиняюсь за мою историческую некомпетентность, единство в главном, во второстепенном многообразии и во всем любовь. То есть вот как бы плюрализм сам по себе нужен. Вопрос только в том, вот эти пять заданностей — это второстепенное или это то самое главное, в котором должно быть единство? Вот вашу структуру я бы использовал, наверное, во второй части программы, где мы рассмотрим плюсы и минусы. Я бы это к плюсам как раз отнес, ну, к неким выводам из вот этого только лишь небесного Отечества. То есть, конечно, вот мы рассмотрели ситуацию, когда тело церковное является трупом, да, соответственно, обратная крайность заключается в том, что нет, тело без Христа, без головы мертво. Значит, это только со Христом должно быть. Христос нам что говорит? Значит, его ученик любимый говорит, не любите мира, все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. А Христос говорит, не собирайте сокровищ на... Это вообще подрыв экономики. То есть, не собирайте вообще сокровищ на земле. Все ваши сокровища, которые на земле сгинут, погибнут, это только то, что на небе, оно останется, оно и истинно. Значит, только те сокровища я должен приобретать, а эти не должен. Соответственно, Христос что говорит? Кто меня отречется, тому я отрекусь, значит. И не бойтесь убивающих тела, значит, я должен стоять до смерти. Вот, за Христа, не за Отечество. И отцом никого не называйте на земле, только один ваш отец небесный. И, соответственно, вот в стадии неофитства чаще всего... Я прошу прощения, и при этом есть цитата, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други свои. Да, но это уже уравновешивающе. А вот если как бы взять такой букетик из цитат новозаветных собрать апостол Павла, который говорит, наше Отечество на небе, мы вообще тут никому ничего не должны. И вот с этим букетиком как бы человек идет, и он замыкается на самом деле. Это такое состояние духовно очень тяжелое. Потому что и даже вот у нас прошел недавно слет форум православной молодежи. Я встречался с людьми, которые мне говорили о том, что вот как же вот жить вот в мире, и еще как бы улыбаться уметь, если все вокруг это вот грех, и на самом деле о чем все творится, беззаконие вокруг. И это никак не стыкуется с жизнью во Христе. И тогда мы вот в этом видении к церкви, только лишь небесной, мы вроде бы как церковь приобретаем плюсы. Человек регулярно участвует в богослуживании. Человек является, ну, более-менее истинным христианем. Он на самом деле стремится ко Христу. Он стремится уподобиться ему. Он стремится к таинствам, к покаянию. Но это только поверхностные плюсы. А глубинный минус заключается в том, что человек, он как бы, ну, вот оторван от корней, получается. Он теряет социальные связи. И он теряет, ну, его отношения с семьей, с ближними, приобретает какой-то нездоровый накал, нездоровую тревожность, какую-то гневность даже, раздражительность. Его раздражают люди, которые не постятся. Его раздражают девушки, которые откровенно одеваются, там, выходя на улицу. И его это отвлекает от молитвы и так далее, и так далее. В общем, он в такую злючку превращается, в замкнутую. И мы понимаем, что как-то Христос, вот, на него не очень похож в этом состоянии. А опасность в том, что изнутри, из его взгляда, когда он приходит в церковь, он себе кажется достаточно святым человеком и идущим правильным путем. Вот. Для государства же минусы, как бы, в этом, ну, для общества, будем так говорить, минусы такой позиции человека в том, что этот человек, он не включен, он как-то выключается из социальных взаимоотношений, связей, становится замкнутым, с ним не хочется общаться, и он пополняет ряды вот каких-то вот таких вот. И, тем не менее, он любит побурчать, осудить власть, что ему не дали образование, не дали работы. И может даже в социальные какие-то группы скатиться. И мы понимаем, что Христос не для этого пришел на землю, чтобы, там, ребенок из, ну, обычной какой-нибудь семьи превращался в бомжа, там, деградировал как-то. Только из-за того, что вот он загорелся неким пафосом христианским, не ощутив до конца глубины его. То есть опять убирается полис вот этой социальной какой-то жизни церкви, которая тоже есть. И вот та структура, которую вы выстроили, она как раз вот, как вот якорек такой, который человек, как вот Светаица говорит, увидишь молодого человека, который рвется на небо, дерни за ногу, потому что ему еще рано. Потому что он туда лезет со своими какими-то мечтами, фантазиями, он туда не доберется. У него просто нет еще опыта и здоровой какой-то социальной оценки происходящего. Вот из недавнего то, что рассказывал про Андрей Ткачев на встрече с молодежью, что ученик медицинского вуза пришел к своему батюшке и сказал, я ухожу в монахи как минимум, ну как максимум, а как минимум в семинарию, не доучившись там буквально двух лет. Он говорит, нет, погоди, сначала доучись там, потом посмотрим, видно будет. И пока он учился, пока ординатура, аспирантура, успел жениться, как бы, и не покинул церковь, стал здоровым членом общества и, тем не менее, не предал Христа. И очень много есть тех людей, было тех людей в 90-е, в нулевые, когда люди, на самом деле, слетали с этих каких-то устоев своих, то, что их держало как бы в социуме, и их так отрывало, что они потом и в церкви себе места не могли найти, потому что монах, который потом вдруг влюбился и женился на ком-то, он уже и в церкви служить не может. Ему как бы уже и странно, его люди-то видели в облачении многие. И в жизни, в социальной, он до сих пор продолжает думать, что это все грех и зло вокруг. То есть он, получается, дезориентирован везде. И это для человека большое зло. И вот эти системы якорьков очень качественно вы простроили. А как же вот отечество, которое тебе Бог дал, этого отца тебе Бог дал, эту семью тебе Бог дал. Ты разве не можешь Богу быть за них благодарен? Можешь. А вот если да, если появляется в твоей жизни другой человек, ведь нехорошо человеку быть одному. И если человеку нехорошо быть одному, то Бог тебе и посылает чувство влюбленности, любви, привязанности к кому-то, чтобы ты позаботился еще о ком-то. То есть вот Бог так премудро устраивает жизнь человека. Любить нам очень трудно, это невозможно. Как я уже сказал, это сымитировать невозможно. Но Господь дает влюбленность, некие изменения гормональные в человеке, некую влеченность, чтобы помочь ему понять, что это хорошо. Что это хорошо. Хотя итогом и венцом, и целью, апогеем любви является крест. И это настолько тяжело себе представить в своем сознании, к этому добровольно идти, что Господь смягчает, как мудрый педагог подготавливает человека к тому, что постепенно все больше и больше. Потому что если создается семья, появляются дети, и уровень ответственности еще расширяется. И тут уже не только твои папа-мама, а уже теперь бабушка-дедушка, твоя жена-супруга, твои дети. И постепенно, если человек этим путем идет, как бы ответственность, его корни растут все глубже и глубже. Внуки и так далее. И это некое... В этом мне видится... Я пока молодой достаточно человек, до внуков еще далеко точно. Но в этом мне видится некая глубина жизни и жизненного опыта. И мы видим, как вот эти два полюса, они на самом деле по этой напряженной линии соединяются. Но они соединяются незримым каким-то. Так же, как электричество, оно, как бы, может, и видимо, но оно как-то больше нематериальное, как для нас имеет, как свет, скажем. Трудно представить это потоком частиц каких-то, да? То есть все равно как-то... Мы подходим к одному из, наверное, самых важных выводов, да? Того пути, который мы прошли... Из двух полюсов. Того пути, который мы прошли размером в три передачи, да? В три встречи. Зрители-то, наверное, сидят и ждут. Да когда же они скажут, что такое патриотизм? Ну, хватит уже вот это теоретизировать, абстрагировать и говорить много, а вроде как бы ни о чем. Ну, вот на самом деле, вот мы как раз сейчас подходим к очень важному, что патриотизм настоящий, глубокий, глубинный, не тот, который ура, там, и с нагайками пройти, там, всех отстегать и так далее. Настоящий патриотизм — это способность и возможность любить и благодарить. Любить в первую очередь и благодарить Господу Бога за то пространство, место, время, в которое ты появился. А, соответственно, все вот эти вот пять заданностей, о которых мы сказали, это определенная школа любви, да? То есть, которую Господь Бог, в которую нас Он принимает, как учеников, студентов, там, не знаю, кого угодно, вот, и обучает, да? То есть, значит, у нас вот получается три, можно выделить, такие большие группы школ любви. Первая — это семья, да, в которой ты родился, в которой ты появился, и в которой должно быть выстроено со стороны родителей, со стороны мужа и жены, папы, мамы, со стороны тебя и их, да? Выстроено должно быть все таким образом, то есть ты так должен за время детства своего научиться любить, чтобы, когда ты выйдешь в мир, не знаю, там, это будет в семь лет, когда ты пойдешь в первый класс первый раз, или когда ты уже совсем отлепишься от отца и матери, да, и нужно будет прилепиться и к жене, и вообще к своей работе, и вообще выйти в этот мир, то вот все то, чему ты научился в семье, оно начинает транслироваться и распространяться, в первую очередь, ну, условно говоря, да, назовем это на тех сограждан, с которыми ты живешь в одном, сначала, на одной улице, городе, районе, районе, городе, области, стране, да, то есть, ну, вот когда ты этими связями обрастаешь, когда вот это вот есть понимание, что все те, с кем ты живешь, проживаешь, ты с ними должен жить по любви. И, наконец, третья школа любви, третий некий уровень, это мы, если мы говорим о религиозном сознании, если мы говорим о православной церкви, то это, получается, собственно, церковь, в которую ты приходишь и в которой ты учишься любить без границ и без пределов, потому что там, как раз, получается, нет ни иудея, ни елена, ни мужеского пола, ни женского. Тут ты должен и обучаешься этой любви не громить всех подряд, да, не воевать со всеми, не держать круговую оборону, а именно научиться любить. По сути-то, Христос эту любовь и принес. То есть, вот мы не увидим, читая Евангелие, мы не увидим вот такого ура патриотизма. Я даже думаю, что если переложить Евангелие, вот историю Христа на наши дни, то его патриотом вообще с натяжкой, или, может быть, даже нельзя было бы назвать. Потому что он говорил, вот захватили родную землю, а он говорит, не противьтесь им, захватчикам. Ну, то есть, вот очень много, на самом деле, можно цитат набрать, где Христос предстает вот именно как, ну, пацифистом, таким в хорошем смысле этого слова, который не призывает людей свергать какую-либо власть, которая не призывает к каким-то там демонстрациям еще, но показывает, что любовь как источник, она вообще-то ко всем людям, если она есть. Вот, и если мы посмотрим на образ церкви, как тело Христово, да, и вот каждый из нас, верующих людей, клеточка этого организма, то апостол Павел говорит, неужели скажет, рука на гет, и мне не нужна? Или скажет ухо глазу, уйди, я и без тебя справлюсь. То есть, на самом деле, мы приходим к выводу такому глубинному о всеобщей, ну, полезности и ценности любого человека, каким бы грешным он тебе ни казался, он тоже образ Божий на себе носит, и тоже имеет право в вечность, имеет свое место в вечности, не право, а свое место и возможность в вечности. И исключая его из вечности здесь, на земле, ударяя его, оскорбляя, ты свое место в вечности тоже теряешь. Потому что вот эта замечательная притча Христа о том, что дужнику ты не простил, а тебе, царь, как простить твой долг? И та же самая молитва отче наш. Как мы можем молиться? Господи, оставь нам наши грехи, если мы в сердце запас... Мы иногда даже собираем себе угли на голову, потому что мы говорим, прощай нас, Господи, так же, как мы оставляем долги. Мы никому не оставляем, но и значит, Господи, и ты нам так же, как и мы. Так было бы честнее молиться, да, иногда. Да. Ну, у нас осталось совсем мало времени, прям вот. Я просто хотел бы, чтобы, может быть, для наших телезрителей не возникло некого недоумения, что Христос первый пацифист. В чем-то я с вами соглашусь, да? То есть, действительно, Христос проповедует непротивление злу. Он проповедует, ну, не столько даже непротивление злу, сколько побеждение зла любовью и добром. Но это вот тот самый, вот, та самая аналогия, да, о которой говорил Кураев. Он как бы говорит, но откликаются далеко не все. Не все приходят. Или это как магнит, который, вот, большой промышленный магнит, который подносит к куче мусора, прилипают только опилочки. Но там вот, вот, опилочки до определенного, металлические, да, они живут среди вот этой остального, пластика, там, какой-нибудь ветоши и так далее. Вот здесь вот, мне кажется, пацифизм в полной мере как раз и невозможно. Да, Христос как некую идеальную, идеальный вектор, он задает. По-хорошему мы должны, конечно, к этому стремиться. И поэтому однозначно плохо, когда мы нападаем, когда мы идем громить выставки, когда мы идем в театры, там, что-то запрещать, когда мы разрываем на себе одежду и так далее. Но когда вопрос идет о защите, и защите в первую очередь отечества, я думаю, да, потому что, опять же, сейчас можно все подвести к защите, да, оскорбление чувств верующих, замечательно работающий закон. Меня оскорбили на этом, на любом этапе можно заметить, как меня оскорбили. Мне наступили на ногу в трамвае, а, и он знал, что я христианин, вот он мне за это наступил на ногу. Ко всему можно прилепить. Поэтому, конечно, в первую очередь, это вопросы защиты вот каких-то вот этих вот гранит зоны ответственности. И защита, опять же, с любовью, да, защита с... Прекрасный пример у нас, вот минута уже осталась. Прекрасный пример того, как говорится в Священном Писании, да, в Ветхом Завете о том, как мы должны относиться к врагам. Господь говорит, пленник должен твой есть то же, что и ты ешь, одеваться в то же, что и ты одеваешься. То есть, если война неизбежна, ты должен все равно не оставлять человеческого лица и по-человечески относиться, защищая свои границы. Отец Николай, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое за участие. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова